приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час сегодня понедельник 14 ноября я поздравляю вас с началом новой рабочей недели желаю вам всего самого хорошего светлого доброго хорошего вернее ураганного профита ну что же давайте начнем итак это очередной обзор по основным валютным парам на экране у нас пара евро доллар график недельный и что же смотрите что у нас произошло пара евро доллар практически отработала уже за прошлую неделю месячную скажем так норма месячный график видите это я вам показывала когда я провела трендовые линии и вот мы отработали что же ожидает нас на этой неделе ну давайте так начнем что я думаю что мы идем вниз но для того чтобы пойти вниз но придет обязательно на этой неделе сюда отрабатывать вот к этому уровню это 0 93 78 а возможно даже и выше где-то вот сюда 0 95 58 60 вот где-то сюда по крайней мере по крайней мере вот сюда вот обязательно должно дойти где-то до 0 93 68 70 вот так вот но для того чтобы откатить туда мы мне кажется эта неделя у нас идет продолжение движения вниз мы кажется не кажется вот мы куда в принципе стремимся это на 10 72 54 вот цель 10 72 54 отсюда возможен откат вот сюда куда еще раз повторюсь отсюда возможен откат вот сюда на 0 93 68 70 вот такие ожидания у нас на этой неделе по евро доллара ну а посмотрим что сейчас сделаю назад такие ожидания у нас на этой неделе а сегодняшний день что мы можем ожидать но видите идет продолжение движение вниз поэтому кстати я вам говорила о лайфхак когда его там посмотрите в лайфхак увидите смотрите что на на 15 минут на 15 минутном таймфрейме мы уже достигли вот трендовой линии а если мы переключимся на неделях то мы увидим что еще до трендовой линии вот этой 3 как бы трендовой линии либо скажем нижние границы вот такого как верхнего канала нисходящего видите если переключимся на неделе то до нее еще дойти надо а на пятнашках то есть мы уже вот практически ее практически отработали чуть чуть не дошли вот это очень интересный момент послушайте посмотрите лайфхак и поймете о чем речь и так вот сегодня мы можем дойти до этого уровня то есть это где-то 10 76 70 и отсюда можем развернуться видите где разворотная линия дня аж на 10 87 72 но можем и не разворачивается можем пробить закрепиться и пойти дальше вниз от отработать то есть такой важный уровень 10 76 65 вот где-то здесь посмотрите последите если мы не пробьемся и не закрепимся ниже значит мы возможно будем откатывать к разворотной линии дня если же мы его пробьем и закрепимся ниже значит пойдем дальше вниз ну что ж это такие ожидания у нас на сегодня по паре евро доллар двигаемся дальше пара доллар франк ну что ж какие ожидания у нас по паре доллар франк видите я рисовала трендовой линии месячные так куда месяц пойдет и видите они получились у нас восходящий но я говорила что прежде чем пойти вверх возможно мы будем откатывать вниз но видите закрепились даже ниже месячные но сейчас мы говорим о неделях какие ожидания у нас на эту неделю ожидания у нас на этой неделе тоже видите мы двигаемся пока вверх а хотя для того чтобы пойти вверх вот обязательно нужно откатить потому что я говорила что вот есть тут один moving который нужно захватить его нужно захватить для того чтобы пойти вверх поэтому мы можем откатить до уровня 0 981 60 до этого уровня можем откатить но прежде чем откатим мы возможно придем вот к этому уровню это сейчас скажу какой у нас тут уровень эти немножко мне тут интернет слабенький тормозит вот возможно мы дойдем сначала до 0 997 65 а потом мы откатим вот сюда до этого уровня 0 981 80 хотя разворотная линия дня находится разворотная недельная линия находится гораздо ниже еще так что вполне вероятно при пробое и закреплением ниже 0 981 80 мы придем и отработаем разворотной линии недели на этой неделе имеется ввиду 0 972 80 вот такие ожидания у нас друзья по по паре доллар франк на эту неделю хотя если же мы вот закрепимся он сейчас вот в принципе цель вот смотрите аж где на 100 676 но это можем не за эту неделю можем а за следующий потому что вот это вот диапазон в которой можем в течение месяца отработать но такие ожидания по паре на неделю давайте посмотрим что сегодняшний день нам показывает ну а сегодняшний день нам показывает что мы идем пока тоже вверх движение будет вверх хотя возможно видите мы оттолкнулись практически на открытие вернее даже не отталкиваюсь пятницу отработали разворотной линии месяца и вот здесь же практически рядышком разворотная линия дня это где-то 0 986 7 нет 35 35 но возможно на откат для продолжения вверх но это может быть в середине дня после а можем и двигаться сразу вверх потому что какая у нас следующая цель вот эти следующая цель у нас даже на днях вот они все как говорится дорога открыта вверх поэтому но где-то и есть вот здесь на неделях видите цель на неделя где аж вверху а так у нас целью на уровне 1014 40 где-то вот так вот цель ну возможно мы сегодня и не дойдем туда и так это было были ожидания на сегодня по паре доллар франк смотрите здесь разворотная линия дня и пока что мы идем вверх то есть я ожидаю продолжение вверх но не исключаю возможности что мы в середине дня или после обеда можем откатить и отработать разворотную линию дня вот хотя мы идем пока вверх и так следующая пара у нас фунт доллар и так какие ожидания у нас по этой паре а вот фунт доллар не особо так скажем отреагировал в пятницу на на прошлой неделе на все там новости идет своим ходом то есть он сам по себе знаете гуляет вот так что показывает нам фунт доллар показывать что недельные идут на пересечении что мы разворачиваемся вниз по фунт по фунту доллара вот две недели мы ходили вверх сейчас вот смотрите сегодня мы отработали уже практически разворотная линия дня и сейчас вот про били разворотной линии недели то есть вот отработали между разворотной линии дня и недельной ли разворотной линии разворотной линии дня на уровне 1 259 56 разворотная линия недели на 1 250 98 и вот здесь вот зависит от того сейчас пробьемся закрепимся мы ниже разворотной линии недели потому что видите отработали четко между разворотной линии и разворотной линии недели и пойдем вниз я думаю что все-таки мы пойдем вниз потому что вот цель разворотная линия месяца 1 234 99 но 1 235 вот здесь вот разворотная линия месяца 1 234 97 99 ну 235 вот ну а здесь дальше видите нарисовался нисходящий тренд так что вполне вероятно после пробоя и закрепления ниже разворотной недели месяца мы можем этот месяц все-таки пойти вниз и вот куда мы можем прийти на 1 217 60 и даже ниже вот такие ожидания на этой неделе по паре фунт-доллар ну а день грядущий как говорится что нам показывает видите на сегодняшний день цель вот она цель 1 246 98 1 247 вот цель пока мы идем сюда и следующая цель следующая цель ну повторюсь что разворотная линия месяца 1 234 99 на 1 235 но это при условии что мы пробьемся и закрепимся мы можем сюда прийти обозначить 1 247 потом можем откатить до разворотной линии недели еще раз 1 250 98 250 98 а потом продолжить дальше и отработать разворотную линию месяца но разворотная линия дня видите мы сегодня от нее оттолкнулись повторюсь что вот видите немножко работали между разворотной линии дня разворотной линии недели что и показывал что выше и мы не прошли не закрепились то есть пойдем 90 проценты 99 процентов вероятности вниз итак следующая пара на очереди у нас пара доллар иена и так какие ожидания у нас на сегодня по паре доллар иена на не на сегодня а на этой неделю но увидите разворотная линия недели на 1 0 и на 104 0 85 для того чтобы мы пошли дальше вверх хотя видите мы оттолкнулись от верхних границ вот восходящих каналов но нам нужно все-таки откатить его до вот этого уровня 105 584 то есть мы можем пройти еще немножко вверх но для того чтобы пойти вверх повторюсь нам нужно зацепить вот этот вот moving и потянуть его наверх то есть он находится на уровне 180 и 105 584 поэтому я не исключаю возможности что сегодня можем пойти вот до какого-то уровня до 108 110 вот где-то и потом откатить вниз до 105 584 перед продолжением вверх потому что недельный тренд восходящий то есть нам для того чтобы продолжить движение вверх нам нужно обязательно на уровне 105 584 как бы откатить вернуться но не исключаю возможности что мы можем даже до разворотной линии недели дойти на 104 0 85 все возможно прежде чем пойти вверх потому что прошлой неделе видите такое волатильный такой взмах то есть вполне вероятно что мы можем откатить на отработать половину движения прошлой недели прежде чем продолжить движение вверх тренд восходящий недель на видите мы пришли уже сколько тестируем волшебный индикатор красную линию ведь и опять на прошлой неделе пришли протестировали ее и прямо прошпилили скажем крепко оттолкнулись это означает что мы пойдем вот цель где-то здесь на 115 060 116 вот где-то вот здесь цель в перспективе скажем но а какие ожидания у нас на сегодня прямо вот посмотрите видите мы пошли вверх хотя повторюсь если взять на младших таймфреймах все все цели они остаются внизу все цели внизу и только на днях у нас вот цель в далеко вверху на 113 700 на днях ну и видите даже она неделях цель вот сто четырнадцать шестьсот тридцать и так далее на месяцах на месяцах у нас тоже вот где-то мы можем откатить видите мы даже не дошли до волшебного индикатор выше гораздо становились и мы идем вверх вот сюда вот пока что я говорю повторюсь вот цель на днях вот наша цель 113 113 700 даже чуть выше получается в этот здесь находится волшебный индикатор но в течение дня я думаю что мы можем видите мы можем пока покажу расскажу видите здесь находится разворотная линия дня мы можем откатить но вот где-то сюда на сто шесть восемьсот тридцать и продолжить движение вверх а можем и иена она может безоткатно двигаться и двигаться дальше вверх но здесь находится разворотная линия дня то есть после такой волны вверх мы можем откатить но для того чтобы показать что мы закрепились видите дни сильный такой был пробой достаточно долго тестировали если взять таймфрейм h4 мы долго тестировали уровень сто шесть четыреста девяносто пять вот и оттолкнулись но для того чтобы закрепиться все таки выше в пустоту мы должны откатить то есть и откатить к границе верхним границам вот восходящих каналов месячного до канала то есть это на уровень 107 можно сказать мы должны какой 100 106 500 до 106 500 мы должны вернуться и для того чтобы продолжить дальше движение вверх вот такие ожидания нас друзья по основным валютным парам на эту неделю и на сегодня 14 ноября ну что ж я поздравляю вам что вы дослушали досмотрели до конца желаю вам ураганного профита благодарю вас за внимание с вами была анастасия час и пока пока всего самого хорошего вам подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь с друзьями задавайте вопросы я с радостью вам отвечу еще раз благодарю вас за внимание всего вам самого-самого хорошего не забудьте поделиться в комментариях